Глава третья. Дизитрон, фальшивый единорог и странная кьюти-марка. Порой незнание нового может привести к забавным недоразумениям. Новый мир, открывающийся перед Дигзди, уже успел слегка шокировать ее. Пегасов. Огромный круг с нарисованным на нем спиралью по очереди раскручивал и запускал в небо пегасов. Их крутило, словно они попали в жуткий шторм или весьма суровую бурю. Из всех увиденных ранее пегасов, распекаемых Спитфайр, у взлетной полосы только двое смогли быстро вернуться и плавно приземлиться. Остальные с переменным успехом едва добирались до земли, зеленея на глазах и падая без чувств в ближайшие кусты. Но эти двое были хороши. Дигзди прекрасно знала, как неприятно бывает, когда ветер закружит голову и небо с землей начинают устраивать бешеный танец. Но при этом она любила бури именно за тот вызов внутренним силам и умению держаться в небе. Однако от спирали на этом круге даже ее стало мутить. Надеюсь, мне не придется повторять их трюк. Будет очень неприятно, если в этой штуке застрянет мой хвост. Или один из облачных поны же расстегнется и упадет на кого-нибудь. Пони покачала головой, отгоняя рисующиеся воображением картинки, которые были одна жучей другой. В офисе Спитфайр раздавались методичные удары копытам по поверхности стола. Ставя печати в форме подковы на небольшие листовки, призывающие Пегаса вступить в ряды вандерболтов, она размышляла о произошедшем сегодня. Из магической школы вызвалась прибыть Эппл Полиш, строгая и хорошо разбирающаяся в магии единорог. Узнав детали, она даже пообещала прибыть незамедлительно, чем вызвало некоторое чувство спокойствия у Пегаски. «Разрешите войти, мэм!» В двери появилась голубая Пегаска с радужной гривой и хвостом. «Что случилось, Рэн Бодэш?» В голосе Спитфайр раздались нотки раздражения. Размеренный ритм наносимых печати сбился, и теперь ей казалось, что она поставила на одной листовке больше, чем одну печать подряд. Чувство ритма в этом и без того унылом деле было единственным, что спасало от ошибок. «У меня было лучшее время на Дизитроне! Всего шесть секунд!» — продолжила Рэн Бодэш в ее голосе чувствовалось волнение. Она понимала, что говорит сейчас с Пегасом куда выше рангом. «И?» — спросила Спитфайр, не переставая ставить печати на агитационные листовки. «Эта голубая Пегаска явно хотела что-то сказать. Отчасти это даже показалось интересным». «И вы сделали меня ведомой пони!» Чуть ли не с обидой сказала Дэш. «Почему ведомой?» Спитфайр прекратила ставить печати и, вздохнув, сняла солнечные очки. Теперь ей стало все или почти все ясно. Очередная выскочка, рвущаяся в лидеры и не умеющая держать удар в случае проигрыша, даже столь незначительного. Сколько таких курсантов было на ее памяти? Хм, да она уже потеряла им счет. Даже осаживание таких горячих не в меру пегасов уже давно перестало приносить удовольствие. «Что б такое сказать?» «Это потому, что я верю, ты и Лайтнинг Даст создадите сильную команду. Ты думаешь, что это не так?» В глазах Спитфайр читался вопрос, на который она уже знала ответ, но теперь хотела услышать ее от Дэш. «Да, мам, то есть нет, мам, то есть я думаю, мы будем сильной командой, несомненно!» Пегаска под этим укоряющим взглядом смутилась и спуталась, не зная, как ответить. Не ожидая такого поворота разговора, Дэш стушевалась и теперь смотрела по сторонам немного растерянным взглядом. «Ну и в чем проблема?» Спитфайр выжидающе смотрела на Рейнбу. Рейнбу Дэш прибодрился. «Вот теперь она выскажет то, зачем пришла. Я думаю, что я должна быть ведущей по ним, мэм! А я считаю, что Лайтнинг Даст немного упорнее тебя, и поэтому я сделаю ведущей в команде, понятно?» Утренняя проблема и претензии Дэш уже изрядно разозлили ее. «Еще слово и...» «Пнятно, мэм!» Дэш вздохнула и потеряла едва ли не две трети своей уверенности. «Что, если это так? И она просто недостаточно хороша!» Впервые за долгое время эта мысль ощутимо кольнула Пегаску, привыкшую действительно во всем быть первой, чего бы это ни было. Особенно в полетах. Особенно в сравнении с другими Пегасами. «Рейнбо-крэш!» На миг послышалось ей. Она окончательно сникла и, развернувшись, ушла. Инцидент был исчерпан. И Спитфайр снова принялась механически штамповать печати на листовках, вкладывая в каждый удар частичку своего раздражения, тем самым избавляясь от него. «Что за день сегодня такой?» Буркнула она про себя, когда дверь с Дэдэш окончательно закрылась. Два Пегаса, стоящих у двери, деликатно промолчали. Сначала эти новобранцы, больше часи с которых, разве что по городу в сантиметры от земли летать могут. Потом это... Не от мира сего единорожка или вообще не пойми кто. Теперь еще Рейнбо. Она что, не понимает, что давно зашла за грань, после которой звездная болезнь уже не кажется такой смешной и забавной? Но этот вопрос остался без ответа, и Спитфайр, вернув свои авиаторские солнечные очки на нос, продолжил разбираться с бумагами. Нужно было просмотреть еще немало анкет от кадетов Академии, решая, кто останется в ней, а кому придется указать на выход. Дверь в комнату, отведенную Диксди, плавно открылась и скрипнула. Стоящая на пороге единорожка, пристально и оценивающе, изучала замерзшую от неожиданности синюю пони, словно какой-то предмет. Ээээ... Только и смогла выдавать из себя та, увидев гостю в своей комнате. После длительного и сладкого сна, она только начала одевать обратно свои артефакты. И теперь, когда ее застали врасплох, ощущала себя совершенно ногой. Тихонько пискнув, она выронила один из браслетов, и тот покатился по полу на центр комнаты. Перепончатые крылья распахнулись наполовину, и теперь фиолетово-агривая пони прикрывалась ими, выдавая свое смущение разливающимся по мордашке румянцам. Полиш. Эппл-полиш. Меня запросила мисс Спидфайер для того, чтобы удостовериться в принадлежности тебя к студентам магической школы, но мне кажется, что это вне моей компетенции. Ты не единорог и точно не одна из моих студенток. Я вообще сомневаюсь, что ты из окрестностей Контрлота или даже границ Эквестрии. Окруженный розоватым сиянием, из-за спины Эппл появился небольшой дипломат. В нем что-то шуршало и перекатывалось такт покачивания. — Но для очистки совести немного тестов мы все-таки сделаем. Эппл вздохнула и раскрыла дипломат, что-то доставая телекинезом. — Тестов? — Тестов! — кивнула Эппл. — Итак, тебя зовут? — Дигзди. — Итак, Дигзди. — Подними с пола вот этот шарик в воздух. На пол упал, а несколько раз подпрыгнул мячик. Это уже становилось забавным. Синяя пони смущенно улыбнулась и подняла его копытом. Происходящее выглядело как-то по-детски глупо, но она не была уверена, стоит ли тут смеяться и не обидит ли это настроенную достаточно серьезно единорожку. — Нет-нет-нет, дорогая. Подними его магией рога. Единорог покачала головой и указала копытом на свой рог сияющий розовым. — Рогом, понимаешь? Не копытом. В глазках синей пони отразилось немое непонимание. — Телегенез! О, Селестия, ты хоть знаешь, что это такое? Единорог обреченно вздохнула. На что ее подписали? Деца для одаренных единорогов сейчас показался ей куда лучшим местом. Там даже жеребята уже на лету схватывали то, что от них требовалось. Большая часть, конечно. — Управление предметами при помощи силы мысли? — раздался неожиданно уверенный ответ от Синий Крылатый Пони. — Базовое имение для управления от трех массивных предметов до нескольких десятков предметов помельче. Эппл удивленно вздернула бровь вверх. — Существо! — как она окрестила Дигзди. Ответила просто безупречно. Хотя, конечно, и привела достаточно устаревшие данные, но в целом ответ был верным. — Именно. Ты не так безнадежна, как кажешься на первый взгляд. Мисс Полиш с одобрением кивнула улыбнувшийся Пони и продолжила. — Попробуем еще раз. — Вот мячик. Активируй рог и подними его. — Произошедшее сразу после этого заставили Эппл изумиться. Вместо рога у Синий Пони светились два амулета на передних копытах. Она плавно шевелила ими из стороны в сторону. Чем быстрее метался по воздуху мячик, выписывая различные фигуры, тем ярче они мерцали. Однако диковинный рог с металлической задней стороной оставался совершенно безучастным. — Ни сияния, ни волн магии, столь явно ощущаемых, когда единорог пользуется своим природным даром. — Рогом, дорогая! Покачев головой, повторила Полиш. — Я не могу. В голосе лезвие рога и поняше послышалась растерянность, и она пожала крыльями. — Что? Единорог оторвалась от своих записей. — Что значит, не можешь? Дигзди плавно опустила мячик на тумбочку у кровати и вздохнула. Подняв груди передние копыта, она немного покачала ими, показывая со всех сторон надетые на них амулеты. Те уже перестали светиться и теперь были похожи на вырезанные из грязно-белого материала кослявые мордочки, плотно прижатые к синей шкурке, отливающими металлым браслетами. — Телекинез работает только с ними. Как-то тихо проговорила пони, ставя копыта обратно на пол. — Я всегда пользуюсь ими, когда не выходит сделать что-то копытами. — Подожди. Ты не владеешь магией рога? — От понимания этого Эппл даже уронил на пол свой дипломат, до этого удерживаемый телекинезом в воздухе рядом. — А должна? Пони растерянно уставилась на единорога. — Если ты единорог, то да. — Ну-ка, сними все это с себя. Копыта наставницы указала на все одетые на синюю пони амулеты, браслеты и прочие штуки, которые она даже затруднялась найти точное описание. — Что? На мордашке крылат отразился легкий испуг. — Сними с себя все эти штуки. Они магические, и я не могу понять, где твоя магия, а где магия этих предметов, чем бы они ни были. — Сказала приказывающим тоном единорог, собрав в дипломат рассыпавшиеся бумаги и поставив его рядом. Дигзе сделала шаг назад, ее мордочка покраснела. — Снять совсем всё? — А в этом есть проблема? — Ну... Фиолетово-огривое пони колебалось, то смотря в пол, то переведя взгляд на единорога. — Снимай сейчас же! У меня не так много времени, чтобы тратить его на споры! Эппл-полиш слегка топнула копытом о пол. — Или тебе помочь? В голосе полиш прорезалась нотка, заставившая наконец фиолетово-огривое пони смириться и выполнить сказанное. Казалось, это предложение испугало её ещё больше, чем необходимость снять с себя все артефакты, оставаясь в чём есть перед незнакомой единорожкой. — Нет, не надо, я сама. Стесняясь и продолжая прикрываться крылом, она стала медленно снимать одетые ещё до прихода наставницы из магической школы предметы. Вскоре перед Эппл лежала кучка из нескольких браслетов, в одном из которых был вставлен некий стержень с буквой W на боку, кожаные накидки и двух тяжёлых как на вид, так и по весу штуковин, которые перепончато-крылое сняла последними с задних копыт. Все они были изрядно поношенными, покрытыми не только символами, но и многочисленными царапинами и вмятинами. Поножили, скорее, наподковники и вовсе имели сношенный вид. Весь нижний их край был сбит и загибался уголками изношенного металла. Рядом стояла Дигзди, прикрывающаяся перепончатым крылом. — Так, крылья не исчезли. — Значит, это не результат воздействия предметов. Эппл записала что-то в тетрадь и отметила несколько пунктов галочками. Хмыкнув, она приписала ещё несколько слов и обвела толстые линии. — А не у меня от рождения? — вставила слово Дигзди. — Кто? — Крылья и рог, и всё остальное. — Сложный случай. — заключила Эппл Полиш, закрыв тетрадь. — Попробуем ещё раз упражнение с мячиком. — На этот раз концентрируйся на нём и подними воздух. — Ну или хотя бы заставь покатиться. Однако через пять минут и через десять тот продолжал неподвижно лежать на тумбочке. Синяя пони старалась, но это было равноценно тому, чтобы пытаться изготовить бутерброд, просто представляя его в воображении. В какой-то момент, когда она прикрыла глаза, пытаясь выполнить требуемое, Эппл встала совсем рядом и, приблизившись к её мордочке, коснулась своим рогом её лезвия. — Ты не единорог. — Спидфайр ошиблась. — В тебе нет никакой природной магии. Твой рог просто... просто рог, и не более того. — Прости, если обидела. — Эээ... — Мисс Дигзди Доо. — Отпрянувшая от Эппл пони стояла замершая и пунцовая. В больших янтарного цвета глазах читался стыд. — Мисс Дигзди. В ответ было какое-то невнятное бормотание и судорожный взмах крыла, сгребающего все амулеты. Перепунчато крылое пони стало торопливо одевать их на себя, отчего те выскальзывали из копыт, не застёгивались с первой попытки и несколько раз с лязганием падали на пол. Эппл немного опешила от такой реакции и лишь наблюдала за тем, как все эти древние предметы застёгиваются на синем теле, порой грубо вжимаясь в шкурку. Особенно пони же, которые, словно капканы, защёлкнулись повыше копыт, едва пони наступила на их центр, прижав те к полу. — Мисс Дигзди. Но синяя пони, не обращая внимания, спешно собиралась, и в голову Эппл стали вкрадываться подозрения. Дигзди вела себя как совершенно молодая кобылка, очутившаяся в академии, приехавшая из самого дальнего и провинциального городка. Енорк-наставница часто встречалась с такими, но никак не ожидала увидеть такую реакцию сейчас от этого необычного на вид существа. Соотнеся это со словами, сказанными Спитфайр, эта пони оценивает всё по-прочитанному из очень, если не сказать, слишком древних книг. О, Селестия! Эппл-по лишь запоздала поняла, в чём была причина внезапной суеты синий пони, с мордочки которой не сходил румянец, так тщательно старавшись и не смотреть в сторону наставницы магической школы. Дигзди собрала вещи и, не дав сказать наставнице ни слова, вихрем выбежала из комнаты, едва не столкнув тускопыт. — Это... это просто ужасно. Даже если это не... это всё равно просто ужасно. Дигзди сидела в тени кустов недалеко от здания Академии, из которого выбежала, чуть не сбив какого-то пегаса. Так гробо. А я... а я... я даже не знаю, настолько хорошо для такого. Дигзди стирала капущие из глаз слёзы краешком копыта, не обращая внимания на лязг браслетов. Вспоминая жест единорога, она замирала, и слёзы начинали капать снова, ударяясь о листики травы под её копытами. — Какая занятная тебя, Квитимарк! А какой твой талант? — Вылипать в неприятности! — грустно отшутилась Дигзди, обернувшись. На неё с интересом смотрела розовая пегаска с золотистой гривой. На её крупь виднёлся подсолнух, чуть закрытый крылом. В голубых глазках читался интерес ко всему новому, и этим новым для неё сейчас была незнакомая тёмно-синяя пони, сидящая под деревом и тихо всхрипывающая. Правда? Не знала, что неприятности выглядят, как доска с палочкой. Открыто и от всего сердца удивилась пегасочка, покачав из стороны в сторону крыльями, но этот жест остался для синей пони совершенно непонятным. — Это стилус! — ответила она, схлипнув и, обернувшись к пегасочке, обернула вокруг себя хвост. — Сти-к-то? Розовая мордашка наклонилась вбок, и на ней теперь читалось удивление. Дигзди вздохнула. Любопытная пегаска располагала к себе и, в отличие от других, не насторожилась от вида её крыльев. А может, в силу своей легкомысленности просто не придала значения непривычному виду новой знакомой. — Стилус — это такой магический предмет, в управлении которым у меня талант. Как-то горько вздохнув, объяснила перепончато-крылое, понуро опустив мордашку. — Вау! — А меня зовут Санфлай. — Потому что я летаю и люблю подсолнухи. — Или люблю подсолнухи и летаю над ними. — А тебя как? — Дигзди. — Тихонько ответила синяя пони. — Приятно познакомиться. — Дай крыло. — Пегаска вытянула вперёд оперённое крыло и застыла в ожидании. Пауза затянулась. На неё смотрели растерянные янтарные глазки, в которых совершенно отсутствовало понимание того, чего от неё ждут. — Ну, чего ты ждёшь? Пегасочка дёрнула кончиком вытянутого крыла. — А что мне делать? — Ты не знаешь? Санфлайт с удивлением рассматривал новую подругу. — А, ты явно не отсюда. — Это все знают. — Когда протягивают крыло, нужно хлопнуть своим по нему. Это означает дать крыло. — Откуда ты такая? — Издалека. С севера. С северных гор. Дигзди замялась. Санфлай убрала крыло и тоже сникла. Но рада была встретить. — Может, потом полетаем вместе, привыкнешь. — Удивительно, что вас там, в северных горах, не знают, как давать крыло. — Ты определённо забавная. С этими словами Пегаска скрылась в зарослях, оставив Дигзди наедине со своими мыслями. Однако та уже не плакала, а растерянно смотрела на своё крыло и то осторожно вытягивала его вперёд, то складывала обратно. Вскоре заросли снова зашелестели. Санфлай обернулась на звук Дигзди, подумав, что розовая Пегаска решила вернуться. Но это оказалась не она. Из кустов высунулась голова Эппл, и синяя пони, взвизнув, отпрянула к дереву. Из сумки вывалилось несколько книг и свитков. Одну из книг Эппл подняла магией и стала листать, не обращая внимания, на пунцовую почти до кончика хвоста пони. Так-так, понятно. Неверный столкованный жест. Ошибка. Прости, я не думала, что кто-то ещё может воспринять соприкосновение рогов как нечто настолько непристойное. Наверное, это было для тебя шоком. Эппл долистала книгу и положила её у копыт замершей и почти не дышащей пони, прижимающейся спиной к дереву. Самой, что ни на есть спасительной поверхности. Теперь голос наставницы звучал намного мягче и спокойнее, чем прежде. Однако синюю пони это не успокаивало. А ошибкой? Выдохнула она. Едва способной дышать вернулась к ней в полном объёме. Ну да, банальная ошибка. Я просто хотел узнать, нет ли в роге изъянов или повреждений, из-за чего у тебя нет магии. Но в нём вообще нет магии. Твой рог не рог единорога, а неизвестно кого. Одной из Селестий известно, что бы это могло быть. Эппл пожала плечами и слегка топнула копытцем. Вы сказали ошибкой. Пони переспросила, словно не расслышала с первого раза сказанного. Эппл вздохнула и, вынув из дипломата какую-то книгу, вложила её в копыта перепончатокрылой. Книжка была тонкой и обложка куда мягче, чем у старых томов из сумки, отчего, оказавшись сжатой в копытах, она слегка согнулась. Почитай на досуге. Тебе будет полезно, как я вижу. А я пойду и передам Спитфайер, что её подозрения совершенно беспочвены. Мисс Полиш сделала паузу. — Однако рекомендую прийти ко мне в магическую школу, как появится возможность. Твои артефакты довольно интересные с исторической точки зрения. Дикс демедленно кивнула, не двигаясь с места и не выпуская книжку из копытцев. — Вот и хорошо. Буду рада снова увидеться. Наставница улыбнулась и скрылась там же, откуда пришла.